Перед тем, как проповедовать, я бы хотел сказать спасибо пастору Сергею за то, что дал возможность служить в церкви. Также хочу благодарить организаторов молодежной конференции Славиком, Рому, за то, что был сделан большущий вклад. И от всей нашей молодежи, и от всей нашей церкви хочу выразить наши благодарности, сказать спасибо Богу за вас. Мы видели, как вы трудитесь, и Бог пусть обильно благословит вас. Спасибо за то, что могли вместе с вами эти дни наслаждаться Богом, наслаждаться служением. И я верю, что она продолжается, потому что Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Он не пришел, чтобы отнять от нас жизнь, Он пришел, чтобы мы имели жизнь, аллилуйя, жизнь и жизнь с избытком, чтобы она текла, и люди могли видеть Божью славу. Были мертвы, а сейчас живы, были в грехах, а сейчас святости, были в несмысленной жизни, бессмысленница была вовсю, а сейчас пришел смысл, вкус небесный. Жить для Него и служить Ему. Амин. Я бы хотел в это утро, братья и сестры, поделиться словом о важности пребывания воли Божьей, о важности познания воли Божьей. Я глубоко верю, что если есть одно, так сказать, безопасное место, где ты вовсю охраняем и оберегаем, это воля Божья. Там ты в покровительстве Божьем. Одному брату спросили, брат, как ты живешь? А тот ответил, ну по милости Божьей. А тот отвечает, слушай, пора, по-моему, начать жить по воле Божьей. Я верю, что мы должны поднять планку, поднять стремление, желание, познание воли Божьей. Что она для меня означает? Почему так важно и Писание очень во многих местах как бы отрезвляет нас, отнестись к этому очень серьезно. Например, Матфея 7 глава 21 стих. Не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а тот, кто исполняет волю Отца Моего. Важно войти в небо, ответить на один вопрос, уже пребывающий здесь. Насколько ты пребываешь в воле Божьей? Насколько ты познал и насколько ты стремишься исполнить его? В другом местописании 1 Иоанна, 2 глава, Иоанн говорит, и мир пройдет, и желание мира пройдет, но исполняющий волю Божью пребудет вовек. Ты хочешь, чтобы остался, ты хочешь, чтобы пребывал и жил вечно? Ты должен ответить на вопрос, каково состояние сердца и как ты относишься к воле Божьей, как ты стремишься. Настолько, знаете, у Павла было настолько сильное стремление передать волю Божью, то, что Деяние 20, 27 говорит, я просто сделал все возможное, чтобы передать вам всю волю Божью, всю. Постание Колоссяном, 1 главе, он молится, дабы вы были наполнены познанием воли Божьей, наполнены. То есть, чтобы ушлось в твоей жизни всякое сомнение, всякое смущение, всякое, знаете, вот это двоякое мысли, это уйдет, когда ты познаешь волю Божью. И я уверен, что мы к этому призваны. Господь вдохновляет нас, говорит, слушай, пришли мать, братья твои, сестры твои. И говорит, кто мне брат, кто мне мать, кто мне сестра? Тот, кто исполняет волю Божью. Если мы с вами исполняем волю Божью, то смело можем сказать, Христос нас называет своими братьями и своими сестрами. Опять-таки, гарантом является исполнение воли Божьей. Обращаясь к самому основному местописанию, которое вдохновило меня многие, многие, знаете, в течение многих лет, и к этому приводил меня Господь, задумался. И слава Богу, что я сегодня могу смело на эту тему проповедовать и поделиться. Недавно по скайпу делился в Башкире. Пастора и пресвитеры трех церквей собрались, и была возможность поделиться этим же словом. И я благодарю Бога за то, что могу сегодня и здесь коротко передать вам важность возрастания воли Божьей. Апостол Павел, Римлян, 12 глава, 1, 2, 3 стих, говорит нам следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела вашей жертвы живую, святую, благодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Я верю, что процесс познания воли Божьей, она в жизни каждого из нас. И к этому мы посвящаем всю жизнь. И другими словами сказать, познание воли Божьей – это продукт, посвященный жизни. Насколько ты посвящен, насколько ты пребываешь с Богом, настолько ты освящен, наполнен волей Божьей. И если ты пребываешь в воле Божьей, брат мой, сестра моя, в твоей жизни не будет двуемыслия, да, делать или не делать, пойти или не пойти. Всякое, знаете, всякое вот это сомнение, оно разрушается путем познания. Насколько я познаю, настолько я смел. Насколько я познаю, насколько я уверен. Чем больше я познаю, тем все больше приходит опытность, что Бог обещал, Бог будет делать. И обращайте внимание, в этом отрывке Священного Писания Павел подразумевает три важных вещи. Первое, он говорит, посвятите себя. Второе, обновляйтесь умом вашего. И третье, продукт посвящения и обновления будет познание воли Божьей. Почему сегодня христианство в смущении, почему сегодня в христианстве, в церкве достаточно много неуверенностей, люди с таким сомнительным взглядом, знаете, неуверены в себе, достаточно много проблем, которые не преодолены, и их просто вывел в обочину жизни. Это последствия непребывания воли Божьей, последствия неисполнения воли Божьей. И чем все больше я буду исполнять, тем все больше я буду пребывать, тем все больше я уверен, Бог, обещавший, силен исполнить все, что Он обещал. Бог все, что обещал, Он силен исполнить в моей жизни. И я на это должен обращать внимание. В чем была смелость Сетрак Мисаков Динак? В чем была смелость? Огромный идол, во рту которого горит просто страшное пламя. Или вы поклонитесь, или мы вас бросаем туда. Что было, в чем была их смелость, их уверенность? В познании воли Божьей. Заповедь первая. Да не будет у тебя других богов, не служи, не поклоняйся. И это дало им уверенность. Они готовы были просто войти в огонь без проблем, потому что знали волю Божью. В чем была защита Даниила? Как он мог, скажите, пожалуйста, простой, такой же человек, как и мы, быть во рву львиной и, не испугавшись, смело пребывать там всю ночь, а утром смело сказать царю, царь, успокойся. Бог, которому я служу, отправил ангела, и тот закрыл пасть львам. В чем это смелость? Смелость воли Божьей. Обернись твоему соседу и скажи, ты должен жить в воле Божьей. Чтобы долго здесь не останавливаться, я хотел бы коротко на трех этих важных, я называю их вершинами. Три вершины жизни благочестия, три вершины вхождения с Богом. Вершина первая, благая. Вершина вторая, угодная. Вершина третья, совершенная. И я верю стопроцентно, если ты хочешь оказаться на вершине совершенной, скажите, сколько из вас хотят, чтобы Бог могучим образом помазал вас, могучим образом употреблял вас? Сколько из вас хотят быть уверены в молитве за то, что ты будешь молиться, и Бог будет тебе отвечать? За то, что ты будешь жить, и ты будешь уверен, Бог будет обеспечивать тебе? Сколько из вас хотят? Ответ находится в воле Божьей. Чем все больше ты будешь пребывать в воле Божьей, тем все больше у тебя будет эта уверенность. Я однажды слушал, как ученик Э.А. Аллена проповедовал из жизни Э.А. Аллена о том, что в однажды в момент служения, когда палаточное служение разгоралось и евангелизация вовсю идет, в одной из евангелизованных компаний, говорит, была женщина, которая там присутствовала со своим четырехлетним сыном. Этого четырехлетнего сына, говорит, внезапно на седьмой день Э.А. Аллен поднялся на сцену, и он закрытыми глазами сказал, Бог мне сказал, что он что-то особое сделает сегодня. Я не знаю, что это будет, но это будет что-то особое, чего вы не видели, о чем вы даже и не слышали. Но для этого вы должны пожертвовать. Я глубоко смиряюсь перед словом пастора. Большие перемены приносят нашу жизнь, это жертвенность. Чем все больше ситуация сужается, я верю, тем все больше мы должны поднять планку жертвенности. Ибо жертвенность разрушает, жертвенность просто открывает путь, жертвенность располагает сердце царя. Знаете, Э.А. Аллен, говорит, поднялся на сцену и с закрытыми глазами молится, и с закрытыми глазами начал пророчество, слово знания выдал. Я говорю, я вижу женщину, которая находится в роддоме, она рожает мальчика, но врачи вокруг нее в удивлении, смещении, врачи говорят, у этого мальчика 6, 10, 16, 20, 24 болезни у этого мальчика. Я вижу номер машины у этой женщины. Эта машина здесь, говорит, возле палатки, в парковке. Эта женщина здесь. И женщина, дрожащая четырехлетним сыном, у которого есть 24 болезни. Болезнь страшная, вы не поверите. Глаз нету, язык просто высунутый. Рук, ног нету. Внутренние органы все смешаны. Эй, Аллан, говорит, увидел, обнял этого мальчика и сказал, братья и сестры, будем продолжать молиться. Ходил по сцене, а помощник Шамбах говорит, а я, говорит, я сказал, я не закрою мои глаза, я просто не упущу это из рук. Я хочу видеть, что делает Бог. И первое, говорит, что я увидел, пока он ходил по сцене, я видел, как персть Божия появилась на сцене и начал рисовать глаза. Глаза появились. Второе, высунутый язык, опа, встал на место. Руки, ноги, как клубки такие, вытянулись. Все стало на место. И все, через пару минут мальчик здоровый, он опускает мальчика на пол. И первый за четыре года мальчик высказывает слово «мама» и бежит к маме. Я слышу все это, говорю, Господи, как потрясающе это все. Как хорошо быть в этом, знаете, состоянии. Но Дух Святой говорит, знаешь, путь, путь к такому служению, через путь познания. Ты должен в каждой вершине, когда ты окажешься сын, ты там, ты должен просто фундаментально утвердить и собой взять то, что я тебе там дам. Тому вершина номер первая, благая. В чем мы здесь должны быть уверены стопроцентно, не смущаясь, не сомневаясь, то, что мы, Божье творение, созданы во Христе Иисусе для добрых дел. Мы находимся с вами в царстве добра. И всякая злоба, коварство, всякая лицемерие, она должна уйти из нас во имя Иисуса. Ибо это не подобает детей Божьих. Это не подобает царству Божьему. Мы должны добром побеждать зло. Этому нет другого выхода. Перед тобой напряглись злом, ты должен ответить добром. Не будь поражен злом, а зло побеждай добром. Аллилуйя. Ибо так я поступаю, я поступаю как сын, как дитя Отца Небесного. Господь говорит, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящих вас. Молитесь за обижающих вас. Как это можно? Господи, да это невозможно. С тобой полностью согласен апостол Павел. С тобой полностью согласен я. Ибо в нас нет ничего доброго. Ибо в нас нет ничего доброго. Амин. Бог благ. И всякая благость добрая, совершенное даяние только от Него. Как же научиться? Путем познания, путем пребывания. Чем больше я с Богом, тем все больше учусь от Него. Тем все больше учусь. Я сам, когда покаялся, шесть месяцев спрашивал Господу, как ты смог полюбить меня? Что ты нашел во мне, что полюбил меня? Я не достоин ничего. Я страшный грешник, мертвый в грехах и преступлениях. Как ты полюбил меня? Ответ очень прост. Потому что я любовь. В вершине благое мы учимся добром. Доброту. Доброта – это принцип Царства Божия. Доброта – это внутренняя атмосфера Царства Божия. Доброта – это своеобразная характеристика детей Божьих. Что большего вы сделаете, если будете приветствовать тех, кто приветствует вас? Любить тех, кто любит вас? Не разве то же самое делают фарисеи, мытари, грешники? То же самое. Но когда мы любим тех, кто недостоин любви, Господь Иисус говорит, чтобы вам быть детьми Отца Небесного. В греческом есть два слова, в котором русском переведены как одинаково – сыны, сыны. Но греческий язык привозит некую ясность. В греческом языке есть сыны по рождению и сыны по характеру. Когда мы приняли Христа и родились выше, мы стали детьми по рождению. А когда мы приносим своеобразное, христоподобное, характерную черту, мы становимся сыны по характеру. Аллилуйя! Ребенок родился в семье, прекрасно. Дом украшен в доме радость. Но ребенок поступает по характеру отца. Он говорит, копья, папа, копья, смотри на него. И мы должны так же поступать, чтобы мир увидел Господа в нашей жизни. Можем сказать аминь. Один брат переселился, переселился в новый частный дом. А в этом частном доме он начал, как бы, знаете, ремонт и обустраиваться. Рядом живет страшный грешник. Как узнал, что этот верующий переселился в этот дом, от ненависти ищет просто предлог ссориться с ним. Ну, возьмет, знаете, вот эти сухие ветви, бросит в его огород. Ну, рядом никого больше нету. Брат выходит, благоставляю тебя во имя Иисуса и чистит. Это вообще смущение, говорит, что у него нервов нету, что ли? На второй день еще хлещая ситуация. Тот заходит в этот самый загон, в ведро навоза и стучит в дверь христианина. Тот открывает дверь, ведро навоза стоит перед домом, говорит, это тебе. И ждет, говорит, ну что, в конце концов, нервы, значит, что-то всплывет. А то, говорит, подожди, пожалуйста, две минуты. Можете стоять здесь две минуты? О, все, говорит, все, все, зацепил конкретно. Сейчас что-то будет здесь. Брат берет ведро, айда домой, выливает в унитаз, ведро чистит, наполняет ведро яблок, выходит и передает соседу. Говорит, сосед, запомни, кто чем наполнен, тот тем и делится. Кто чем наполнен, тот тем и делится. Мы, его творение во Христе Иисусе и созданы для добрых дел, которые Бог нам предопределил. Можем сказать аминь. На вершине добра я познаю доброту Божью. Я понимаю, что сам не заслужил его любви, но это его природа. Я должен сегодня, как уже рожденное дитя, укорениться, утвердиться. Вершина номер вторая, угодная. На этой вершине мы учимся, как угодить Господу. Мы учимся, как внутренне задать сам себе вопрос и ответить на этот вопрос. Как Господу угодно, как Господь смотрит на те или иные ситуации в нашей жизни. Как ему угодно это или не угодно. Он огорчен или он радуется. Ты его просто, как подобает, прославил или наоборот. Иоанна 8 глава, Господь Иисус в 29 стихе говорит, «Пославший меня, Отец, со мной, ибо я всегда делаю, что угодно ему». Если ты хочешь быть уверенным, что спасающий тебя Бог с тобой, ты должен ответить на вопрос, всегда ли ты делаешь все, что угодно Богу. В 80-е годы было сильное гонение. Поколение, которое для меня, как отцы, мамы, деды, они помнят. В этот же период моего пастора взяли и КГП, и одну из комнат допроса. Этот, который допросил моего пастора, со слов моего пастора, говорит, это было воплощение дьявола. Реально было воплощение дьявола. Я в духе молюсь, чтобы мудрость Божия пребывала, потому что, знаю, сейчас будет допрос. Сейчас страшно будет просто ковыряться вовсю. А этот с такими страшными глазами смотрит на меня и говорит, «Ты еще молишься?» Он говорит, «Откуда ты знаешь, что я молюсь? Это что, дьявол, что ли?» И он мне говорит следующее, «Запомни, Рафаэль, я могу по всей твоей церкви распространить слух о том, что ты предатель, ты доносчик. Я могу просто настроить всю твою церковь против тебя». Я, говорит, слезы полными глазами смотрю на него и говорю, «Я не сомневаюсь в этом. Но если вам интересно, чьим мнением я дорожу и чье мнение для меня дорого, это мнение моего Господа. Вы ему не можете, не можете поменять его мнение по отношению ко мне. Вы на него не сможете повлиять». Этот говорит раздраженному слушанию, «Уйди вон, я не хочу больше с тобой общаться и разговаривать». Кому мы угождаем, братья и сестры? Чего мнение для нас дорожит? Я знаю достаточно многих служителей, которые оставили дистанцию только потому, что послушали, послушали, как финансовая экономика диктует им, что им делать. Они оставили служение, пошли в работу и похоронили там свое призвание, похоронили там свое помазание. Я знаю много семей, которые сегодня трудят, знаете, переживают сильные трудности. Сильные трудности, потому что Бог, еще тещи, тести, свекровь, нету понятия, Адам, Ева, а уже установлены подрядок. Для сего оставить человек отца и мать и прилепиться к своей жене, ибо двое будет одна плоть. Выходят замуж, женятся, все хорошо, но ты смотришь трудности в их жизни. Родительская вот эта контроль и все время вмешиваться, она не дает и все время разрушает. И я хочу спросить, кому вы угождаете? Кому вы просто посвятили свое сердце? Чем мнением вы дорожите? Я хочу вам сказать следующее. Я жил без Господа, и я знаю, что там. И здесь я не хочу даже ни дня. И я для себя сказал, и моей семье то же самое, и в церкви, и служения всему. Я не хочу ни одного дня больше, ни одного дня меньше. Я хочу настолько, насколько ты для меня определил. Потому что ты вкус и смысл моей жизни. Ты благоуханя, ты просто божественное, божественное сокровище в этом глиняном сосуде. За все тебе слава, честь, хвала за то, что могу общаться с тобой, слушать тебя. За то, что могу донести людям слово и быть уверенным. Ты со мной, ты простерешь руку, и ты исцелишь, ты избавишь, ты спасешь. Спасешь, ибо ты Бог, аллилуйя, неизменяемый. Тебе хвала и честь во веки. Аминь. Третья вершина, которым завершает апостол Павел процесс познания воли Божьей. Вершина называется совершенная. Совершенной вершине. Запомните, братья, там ситуация намного, намного серьезнее, чем вам кажется. Если на вершине благой вам какие-то ошибки простятся, на вершине совершенной нет. Знаете почему? Потому что совершенство говорит нам о неизменяемой воле Божьей. О том, что там не будет никакого изменения. Если сказал Бог молодому пророку, иди к царю, той дорогой, которой пойдешь, той дорогой не возвращайся, иди постом и возвращайся постом, тогда делай. А что делал молодой пророк? Он пошел к царю, сказал на обратном пути, другой старый пророк соблазнил, вел дом, заставил покушать. И страшное пророчество, за то, что ты не исполнил волю Божью. Лев сейчас растерзает тебя. Молодой царь, помазанный на царство. Божий пророк говорит ему о том, что я приду на седьмой день, и мы сделаем жертвоприношение. Я тебе скажу, что делать дальше. Семь дней подождал, седьмой день не дождался. Сам входит в священническое служение, сам привозит жертву, и тут Самуил встает. Говорит, глупость ты сделал, что ты не послушался Слову Божию, ибо Бог утвердил царство твое. Но царству твоему не будет сегодня утверждения. В чем гарант о том, что и помазание, и служение, она пребудет? Гарантия воли Божьей. Чем все больше я познаю, тем все больше я осознаю, тем все больше я благодарю и возрастаю. Помните, Господь вывел народ из Египта, и в пустыне говорит, я моего ангела поставил, чтобы он ходил перед вами. Мое имя на нем, будьте осторожны, ибо он не будет вам прощать. На вершине совершенства, дорогие мои, это Бог, Богом предопределенная задача, задание, которым мы должны возрастать. Мы должны быть уверены, мы должны стать этими духовно зрелыми людьми, чтобы Бог нам доверил, Бог нам просто поручил. И мы смело могли просто сказать, Аллилуйя, я обрадую небеса, я исполню Богом сказанное мною. Я войду на небо, Бог мой, и я увижу радость лица твоего, ибо ты достоин, ты достоин. Ты совершенную волю Божью совершил для меня на кресте, и сегодня готов дать благодать, сегодня готов помочь, сегодня готов просто вдохновить меня на дело и на служение. Чему я хочу сказать спасибо, благодарность тебе, Господь, и помоги больше и больше возрастать в воле Твоем. Можем сказать аминь. Я бы хотел вместе с вами помолиться и просить, Боже, дай нам возрастать в Твоем воле, познании, дай нам, Бог мой, больше и больше осознать важность, осознать вот эту привилегию. Если я говорю о уверенности, я должен жить в воле Божьей. Если я говорю об обеспечении, я должен говорить о воле Божьей. Если я говорю о смелости, о помазании, я должен говорить о воле Божьей. И я знаю, что воля Божья сегодня есть наше освящение, воля Божья есть наше единство, воля Божья есть сегодня наш христоподобный образ жизни, ибо Отец хочет иметь большую семью со множеством детей, чтобы все были похожи на Иисуса Христа. Я верю, что воля Божья, чтобы мы почитали своих наставников, пасторов, служителей, потому что этому учит нас Писание, не воля Божья, чтобы бунтовали или какими-то там, знаете, небогоугодными путями занимались, мы должны уважать, молиться, стоять, понимаете или нет? И это воля Божья, воля Божья, чтобы мы всегда с благодарностью приходили к Нему, воля Божья, чтобы мы сохраняли жизнь, принадлежащую Богу, это печать, я принадлежу Ему, я принадлежу Ему, воля Божья, чтобы мы возрастали в хвале и поклонении, чтобы мы наслаждались небесами каждый день, потому что Иисус заплатил цену, небеса открыты для нас, ангелы готовы, ангелы служат нам, и мы просто обязаны возрастать в этом. Воля Божья, чтобы мы в молитве и о молитве не ждали, чтобы нас вдохновили, а пребывали в молитве, осозная, что это неотрывная часть любого рожденного свыше христианина. Молитвенная жизнь это твои легкие, это твое дыхание, тем все больше ты молишься, тем все больше ты дышишь, ты перестаешь молиться, ты перестаешь дышать, и для этого не надо ждать вдохновения или особого случая, это наша жизнь, это наша жизнь. Господь на кресте исполняет волю Божью, и до тех пор, пока сердце бьется, он молится, до тех пор, пока он может что-то выговорить, он выговаривает это в молитве, в духе молитвы. Братья и сестры, мы нуждаемся, Отец, мы нуждаемся в Тебе, помоги нам, помоги нам, Господи, Аллилуйя. Дай нам духа премудрости, откровения и ведения, Бог мой, чтобы мы могли познать Тебя, познать Тебя, Бог мой. В каждой сфере нашей мы хотим познать Тебя, мы хотим пребывать, Бог мой, в Твоем присутствии, мы хотим воздать Тебе всю хвалу, честь и славу. Твоя хвала, Твоя честь, Твоя слава во имя Иисуса Христа. Глава, наполняй, братья и сестер моих, Бог мой, познанием воли Твоей, укрепи и утверди, Господь мой, да прославится имя Твое, да будет воля Твоя, Господи, на небе, и как она на небе, слава Тебе, слава Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя. В жизни каждого из них яви Твою славу, в жизни каждого из них яви Твою славу, Господь, Аллилуйя. ты обещал через своего пророка что гора дома твоего будет выше остальных гор аллилуйя мы говорим да будет нам по слову твоему что слава последнего дома будет больше 1 мы говорим да будет нам по слову твоему халилю я халилю я халилю я